В обеденное время солдаты запасного полка, сидевшие в Кремле, увидели дымок походных кухонь на Красной площади, сдались и отворили ворота. По всей площади пошел крик, полетели шапки на лобное место, где лежал когда-то нагишом в овечьей маске, со сковородшей дудкой на животе убитый лжедмитрий. Откуда вы криковали и скидывали царей, и откуда читаны были все вольности и все неволи народа русского, на небольшой этот бугорок, много раз зараставший лопухами и снова заливаемый кровью. Зашел солдатик, заскоруженный шинелишки и кланяясь, и обеими руками, надвигая на уши папаху, начал говорить что-то. За шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый, выскорбленный последней мобилизацией захолустья. Все же барыня какая-то, съехавшая на бок шляпки с перьями, полезла его целовать. Потом его стащили словного места, подняли на руки и с криком понесли. На Тверской в это время против дома генерал-губернатора молодец из толпы взобрался на памятник Скобелеву и привязал ему к сабле красный лоскут. Кричали «Ура!». Несколько загадочных личностей пробрались с переулка в охранное отделение, и было слышно, как там летели стекла, потом повалил дым. Кричали «Ура!». На Тверском бульваре у памятника Пушкину известная писательница, заливаясь слезами, говорила о заре новой жизни, а потом при помощи какого-то гимназиста воткнула в руку задумчиво стоящему Пушкину красный флажок. В толпе кричали «Ура!». Весь город был как пьяный весь этот день, до поздней ночи никто не шел по домам. Собирались кучками, говорили, плакали от радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм. После трех лет уныния, ненависти и крови переваливалась через край обывательская душа города.